Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Даша, рада снова видеть вас на своем канале, и сегодня мы триумфально врываемся в новый год и подводим итоги ушедшего. Я покажу вам лучшую косметику за 23 год. Это те бренды, которые я для себя открыла, те баночки, которыми я чаще всего пользовалась. Я проанализировала просто все свои видео, посмотрела, что я чаще всего советовала, и вот, ну, что было на первом месте. И сегодня я хочу вам рассказать, главное, что практически все баночки, а тут их просто огромное количество, различных карандашей, румяна, бронзеров, спарклов, хайлайтеров, все, что мы с вами очень-очень сильно любим, есть в открытом доступе. То есть здесь в основном российские бренды и те бренды, которые представлены в наших магазинах. Поэтому сегодня вы практически не будете грусти, ну, за исключением, наверное, двух-трех позиций. Тут есть маленькая небольшая лимитка и бренд Rare Beauty, который, к сожалению, только через байеров сейчас можно достать, ну, либо если вы отправитесь в путешествие. Но, тем не менее, грустить мы с вами не собираемся. А что мы делаем? Наливаем вкуснейший чай или кофе, присаживаемся поудобнее, открываем свой виш-лист, потому что я уверена, что вам подарили кучу сертификатов, и сейчас смотрим на самую классную косметику имени меня. Поздравляю всех, кто в ней присутствует. Эй, всем привет! И продолжаем, я не затягиваю, начинаем наше видео. Я показывала вам тональные кремы, различные плотные, фарфоровые, но сегодня я хочу поговорить о том, что, наверное, лучше всего меня характеризует. Это красивая подсвеченная кожа, которую я очень люблю, которую я часто делаю, и чаще всего, конечно, получается ее сделать вместе с легкими покрытиями, с покрытиями, которые имеют сияющий эффект, и с BB кремами. Это, наверное, самая моя любимая текстура за последний год, и я хочу показать вам два BB крема. Один достаточно бюджетный, и второй чуть подороже, но они оба у нас корейские, и оба вот в таком формате удобно. Начнем с BB крема, который уже второй год, наверное, присутствует на моем канале. Возможно, он был в каких-то предыдущих фаворитах, но в этом году я просто полноценно его закончила. Его практически нет, я домазываю последние капли. Это Holika Holika BB крем Petite Shimmering. Почему он Shimmering? Да потому, что он немного подсвечивающий. Но пусть вас это не пугает. Если мы вспомним любые там подсвечивающие тональные кремы от Influence Beauty, да, там а-ля база, то есть там прям такой хороший, полноценный, сияющий продукт, который лучше всего с чем-то смешивать. Если мы говорим про этот BB крем, то здесь все прекрасно. То есть мы можем носить его соло, его не обязательно с чем-то миксовать, его можно добавлять в какие-то матовые покрытия, но смотрите, чтобы они не спорили. Этот BB крем делает очень красивую кожу. Вот сейчас, кстати, он у меня нанесен соло, понятно, что здесь очень много различной коррекции и всего прочего, но, кстати, я практически дополнительно ничего не перекрывала. То есть вы можете посмотреть на плотность покрытия, вы можете замаскировать какие-то небольшие несовершенства, но чаще всего я просто прохожу с дополнительным консилером, поэтому здесь я бы сказала, что очень комфортная плотность. Это, с одной стороны, легкое, подсвечивающее, красивое покрытие, которое не заламывается, которое не сходит хлопьями, а мы знаем, что такие, к сожалению, тональные кремы есть, но и при этом оно достойно перекрывает. То есть если вы переживаете, у вас какие-то небольшие сосудики, покраснение на лице, то все будет выглядеть хорошо. Даже в какие-то грустные времена, когда у меня достаточно много воспалений на лице, я тоже часто им пользуюсь. Если вы испугаетесь того, что он подсвечивающий, спросите, как он будет себя вести на протяжении дня, достаточно комфортно. Конечно, если это лето, если у вас супер увлажненное лицо, и вы не припудрились, то лучше это все-таки сделать, но вот у меня комбинированная кожа, и мне с ним очень хорошо. То есть не было такого, что я смотрела на себя в зеркало и думала, так, Даш, этот тональный крем, этот BB-крем мы отложим до каких-то лучших времен. Нет, он всегда выглядел круто. Единственный минус этого BB-крема, который я могу назвать, это его оттенок, потому что он здесь один, как и у любого крема в этой линейке. У Холики-Холики не только шиммеринг подсвечивающий, там еще есть, по-моему, балансирующий, увлажняющий, какой-то специальный для тех, у кого активные акне, чтобы перекрыть это все. Но когда я их пробовала, вот он мне больше всего понравился, потому как он наслаивается, как он выглядит, и по оттенку тоже достаточно носибельный. Он мне и зимой подходит, и летом, но здесь все очень индивидуально, поэтому он практически в каждом магазине тоже представлен. Посмотрите, нанесите куда-нибудь осторожно, может быть, на шею, на руку, и уже сами поймите, насколько этот оттенок вам подходит. То, что я не буду скрывать, многие девчонки мне писали в Телеграме, что он для них темноват или желтоват, поэтому здесь лучше, конечно, проверять. Это не тональные кремы, когда миллион различных оттенков, и вы можете точно выбрать то, что вам нравится. И если в предыдущем тональном креме смущает, что там всего лишь один оттенок, то здесь их несколько, мне кажется, три или пять, но, в общем, там был достаточно хороший выбор. Это бибикрем Каталина Гео, у меня оттенок 13, пейл беш. Что здесь важно? У Каталины Гео вообще классное покрытие. Мне понравился очень их тональный, но он такой прям фарфоровый, делает красивую матовую кожу, и мне показалось, что я все-таки его чаще ношу на съемки, либо осенью, либо когда у меня кожа была, ну, прям не самая красивая. И тогда он, конечно, прекрасен. Но если в большей степени посмотреть, каким продуктом я пользовалась, то вот я добивала холику-холику, и постоянно я была в этом бибикреме. Но почему я так даже засомневалась в бибикрем? Я бы сказала, что это какое-то среднее покрытие. С одной стороны, это биби, потому что он легкий, он классно наносится мокрым спонжем, можно прям совсем красиво и незаметно все это разнести по вашему лицу, а можно наслоить, и будет как будто бы что-то промежуточное. То есть он очень классно перекрывает, при этом он выглядит подвижно, и если вам хочется чуть-чуть поплотнее, но при этом полегче, чем какой-то такой стандартный красивый тональный крем, то вы можете обратиться к нему. Он очень классный, он суперско носится, и он настолько меня покорил, что если говорить про холику, там уже и срок годности подходит, ну и банка заканчивается, то здесь история обратная. Я открыла его только в сентябре, и он уже тоже практически закончился, потому что я постоянно его носила. Хотя вы понимаете, сколько у меня различных покрытий, я всегда что-то новое тестирую, но когда вот хотелось чего-то красивого и нормального, потому что вы знаете, что осенью у меня были воспаления, и мне хотелось не совсем прям уж матово ходить, то я вот прям к нему постоянно обращалась. И вот даже на свотче видно, что он немножко более матовый, он немножко чуть сильнее перекрыл фактуру и текстуру моей кожи. Поэтому если вы хотите что-то вот среднее, то он, мне кажется, прекрасен для этих целей. Подобрала для вас один и единственный консилер, это консилер от Сергея Наумова X28. Он супер нежный, немножко такой водянистый, и честно перекрывает минимально. Если вы хотите более такое плотное покрытие, то опять-таки я повторюсь уже в который раз, Clorance, вот самый известный консилер, посмотрите, он был фаворит их прошлого года, но если мы говорим о чем-то легком, потому что видите, вот у меня биби-кремы были в этом году, то и консилер я старалась подобрать полегче. Особенно мне он очень понравился в летнее время года, потому что он, с одной стороны, перекрывает небольшие покраснения, он красиво выглядит, он увлажняет, потому что в составе этого консилера есть увлажняющие компоненты и как будто подсвечивает. То есть сильного перекрытия от него не ждите, но если вы хотите просто, чтобы было как-то сильно красивее, чтобы так аккуратненько смотрелось, то я вам его очень сильно советую, и за счет того, что он увлажняет в процессе, он практически не скатывается. То есть я в целом скажу, что чтобы консилер не скатывался, его нужно правильно нанести, чуть подальше от самих этих мимических морщинок, немножко втаптывающими движениями, сильно его не наносим, то есть буквально капелька, и распределили, потому что даже хороший консилер, если вы плохо нанесете, ну не совсем опрятно, и если у вас будет нехорошо подготовлена кожа, то тогда он завалится в морщинке. Здесь это минимально, да я могу сказать, что практически никогда у меня не было. Здесь очень удобный аппликатор, я видела тоже в обсуждении, что девушки часто хотят с таким обширным аппликатором консилер, потому что это действительно удобно. Вы нанесли, и потом уже распределили там пальчиками, притаптывающими движениями, либо уже вашей любимой кистью. Достаточно легкий, нейтральный, выбеливающий оттенок, потому что консилеры я люблю, либо чтобы они были чуть посветлее, либо имели персиковый потон, потому что это выглядит красиво, особенно если у вас есть синячки под глазами. Распределила консилер по руке, и посмотрите как раз, как классно выглядит тот эффект, о котором я вам говорила. Очень подсвеченно и прям освежающе. Поэтому если вы хотите какой-то легкий, приятный консилер, то от Сергея Наумова вам подойдет. Переходим к оформлению лица, и сейчас я покажу продукты для кремовой и для сухой коррекции, потому что кто-то любит совмещать, а кто-то любит так. Легкий замах кистью и побежать по делам. И здесь как раз-таки начнем с сухих. Один продукт, который вас немножечко расстроит. Не тем, что он не такой, каким мы его представляем, или что он недостаточно хорош, а наоборот, он прекрасен. Но главный его минус в том, что его невозможно сейчас достать. Я очень надеюсь, что Beauty Bomb нас услышит. Все наши страдания, потому что они не только в лице меня выражаются, все сказали, что этот продукт был знаковый в этом году. Во-первых, это очень нам напоминает один прекрасный бренд, который я тоже обожаю. Это бренд Шип. У них классный скульптор, бронзер, и все его очень сильно любят. И как будто бы вот эта штучка, которая на старте стоила 500 рублей, а потом я вообще схватила за 199, очень сильно похожа. Конечно, если вы будете прям сравнивать вашу баночку, которая у вас лежит дома, возможно, тенки будут немного меньше, но это связано с тем, что в таких продуктах заливка разная. И, например, у меня может быть скульптор посветлее, у кого-то потемнее. Любой скульптор будет от второго отличаться. Он очень красиво выравнивает кожу. Я видела, что мне в Телеграме, во-первых, оставили просто кучу комментариев, где его купить. Те, кто купил, сказали, что они взяли чуть ли не по пять баночек. Ну, потому что, правда, это очень классный скульптор за свои деньги. И буквально два комментария было о том, что он полосит или что-то еще. Ребятки, возьмите хорошую кисть. Он не полосит. Нам начали девчонки уже его защищать в комментариях. Он прекрасно ложится. Если вам нужны хорошие кисти, заходите на мой канал или пишите мне лично, я вам подскажу. Он очень легкий. И на самом деле, многие как раз-таки не смотрят в сторону таких штучек для коррекции лица, потому что хотят больше цвета, хотят, чтобы прям скула была такая очерченная. Но я люблю больше в кремовой коррекции задавать тон, задавать интенсивность, а потом такими продуктами как раз-таки все это выравнивать. То есть ты вот так все это наносишь, и все красиво, и все прекрасно. Такая же история про скульптор от Шик, такая же история про скульптор энд бьюти. Правда, это абсолютно другой ценовой диапазон. Но если бьюти бомб это повторит, я считаю, что надо брать, и надо брать точно не один. Нанесла продукт на руку, посмотрите, какой у него красивый, легкий, светоотражающий отлив. Именно за счет этой подсвеченности этот продукт будет классный. Палочка-выручалочка. Если вы где-то напортачили, то как раз за счет таких продуктов можно все это исправить. Если вы уже загрузили, что этот скульптор вам найти не удастся, то отставить панику. Есть скульптор, который в наличии. Это от Too Cool For School Art Class. Не знаю, насколько это была новая коллекция или нет, она у меня появилась осенью, и там были представлены хайлайтер, румяна и бронзер. Они все сделаны по одинаковому типу. Во-первых, очень красивая у них упаковка, какая-то бумажная наклейка, и внутри рефил поделен на несколько цветовых решений. То есть здесь вы можете либо все это смешать, либо вы можете набрать нужный оттенок и нанести его. Это достаточно функционально. То есть вы можете как и тень использовать, и бронзер, и скульптуру нарисовать, если у вас будет какая-то тонко очерченная кисть. И румяна по такому же принципу сделаны, тоже от светлого до темного. Хайлайтер тоже разных отсеков по цвету. И если там, например, румяна, хайлайтер, я пользовалась, они классные, но есть какие-то определенные вопросы, есть продукты, которые мне больше нравятся. Хотя продукция в целом у этого бренда оказалась просто потрясающая, и я до этого пользовалась только уходами. Я не знала, что у них такой классный декор. То бронзер а-ля скульптур, он просто наипрекраснейший. Он очень легкий. Он напомнил мне скульптур от Smashbox, стройка, которую я тоже люблю. Потому что он матовый, у него нет вот светоотражающих, каких-то очевидных частиц, но при этом у него есть какой-то легкий блюр. Вот тоже очень-очень это выглядит. Достаточно рассеивающе, и за счет этого это очень красиво выравнивает рельеф вашей кожи. Вот если даже посмотреть на мои пальцы, то они тоже стали как-то, ну, прям симпатичнее. Оттенок достаточно похож, он тоже легкий. Вы можете сразу понять, что все-таки, как я и сказала, скульпторы я люблю полегче. Мне не совсем близка эстетика рыжих сильно интенсивных скульпторов, потому что, наверное, мне ими тяжелее пользоваться. А вот тут и подправить, и задать какой-то тон, и чуть-чуть себя сделать потемнее, если нам загара не хватило, то прям пожалуйста. Если говорить про кремовую коррекцию, уверена, что я вас сейчас сильно удивлю, потому что обычно в этой рубрике либо стики от Fenty, от Rare Beauty, они очень красивые, но дорогие, их сложно достать, и кремовые продукты так быстро портятся. У меня так много косметики, и я в последнее время, вот если что-то дорогое, я люблю сухие текстуры, а кремовые, ну, если прям не очень захочется. Вот и очень захочется, то да, вот румяна, я просто обожаю румяна, хайлайтер. А скульпторы как будто бы можно найти альтернативные. И это просто гениальный стик от Influence Beauty. Мы с вами его уже смотрели, красились, вы знаете, что у меня есть румяна. Такой же форм-фактор, мне кажется, формула, текстура, все идентичное, только другой оттенок. Сейчас их не будет, но это не говорит о том, что я их разлюбила, либо они не классные. Просто я чуть-чуть поинтереснее вам покажу. Но скульптор просто любовь. Единственный минус, который некоторые девушки прекрасные мне назвали, я могу с ним согласиться, но просто для меня это не минус, что они слишком кремовые. То есть они прям очень жирные, очень-очень пластичные. Смотрите, и видите, как красиво, как же, как же это фантастически. Оттенок очень классный, 0,1. Его можно наслаивать бесконечно долго. То есть если вам хочется посильнее коррекцию, если вы не умеете делать коррекцию, это очень важно, потому что этим стиком никто ничего себе не испортит. И вот единственное, что да, говорили, что вот он жирноват. Если у вас, я не знаю, жирная кожа, если у вас очень подвижное покрытие, то, хотя вы знаете, вот даже он на руке сейчас уже у меня зафиксировался, и я писала девчонкам, что, конечно, у каждого свое мнение, но я немножечко не согласна, потому что, ну, я такого за ним не замечала. Я не замечала, мне он нравится, он очень легкий, и он просто фантастически красивый. Посмотрите, я его растушевала, он выглядит подсвечен, он выглядит просто как будто этот дорогущий, дорогущий стик. Я не знаю, оттенок замечательно подстраивается, и можно сделать любую интенсивность. Вообще, обожаю, очень-очень красиво. Удивительная вещь, вот вроде бы говорю вам всегда, что я фанат хайлайтеров, я их так люблю, у меня их так много, я всегда скупаю, их даже не думая, есть ли у меня какие-то аналоги или нет. Но в этой подборке румян оказалось больше. Не знаю, как так вышло, вот 4 разных бренда, 4 разных форм-фактора, ну давайте по порядку. Во-первых, если говорить про румяна тынглок, я их не смогла просто не добавить, потому что, если вы подписаны на мой телеграм, кстати, пожалуйста, если вы еще не подписаны, то я вас убедительно прошу это сделать, я вас там жду, там скидки, акции, какие-то первые впечатления, всякие бьюти-сплетни и все прочее на моем телеграм-канале. Кстати, я выкладывала этот прекрасный, по моему мнению, напишите, нравится вам он или нет, макияж, я с ним была в новогоднюю ночь, и вам он так понравился, что я решила повторить и вот такой красивый сегодня быть видео. И как раз таки в этом телеграм-канале, на который, я надеюсь, что вы уже подписались, остановили видео, у нас был просто какой-то бум весной на эти румяна тынглок в одиннском оттенке. Если вы меня разбудите, я всегда вам их назову, потому что мы сделали, наверное, три раза солд-аут. Я выкладываю, девчонки пишут, ааа, уже ничего нет, Даша, предупреждай. В общем, их было очень сложно купить. Сейчас, кстати, они совсем недавно были со скидкой 50% им в наличии, поэтому если кто-то еще дотерпел, то залетайте, забегайте. Почему же мы так их все полюбили? Да потому что это очень классный, доступный аналог румяна Диор. Диор дороже, Диор сложно достать, многие жалуются на их пигментированность, потому что они, с одной стороны, как будто сначала не проявляются, а потом проявляются. Ну, в общем, это альтернатива, которая есть у нас сейчас, и которая работает идеально и очень схожа по оттенку. Я обожаю такие розовые, нежные румяна, которые смотрятся идеально, и если вы чуть помладше меня, если вы моего возраста, и даже если вы старше, потому что очень много мне пишут девушки чуть старше, спрашивают, ну, вот это какой-то оттеночек слишком девичий, вы попробуйте, это очень красиво, это наоборот омолаживает, это выглядит прям, ну, вот просто как будто вас морозит, целовал в носик, и вы такая красивая пошла. Здесь есть шиммер, он легкий, по мне, он даже чуть-чуть деликатнее, чем шиммер от In Beauty, если вы его видели, то есть там прям шиммер достаточно, но он не виден на вашем лице, это не выглядит, как будто вы хайлайтером припудрились или нарумянились, то есть здесь как бы совсем все аккуратненько, но такой легкий, легкий шиммер золотого отлива, который делает вот такое фарфоровое сияние. Да, эти румяна холодные, но как они красиво выглядят весной, как они красиво выглядят на вас зимой, в общем, они просто замечательные, они очень нежные, и все, кто купил его по моей рекомендации, кстати, Ингард, привет, если вы смотрите мой блог, напишите мне, договоримся, потестируем вашу косметику, ну в общем, все, кто купил эти румяна, все писали, что они им очень сильно понравились, а мне кажется, что это классный показатель того, что продукт просто гениальный, очень классный, ребята говорили, что еще многие визажисты хвалят вроде бы как персиковые, в общем, как будто бы, если формула везде одинаковая, то красиво, нужно смотреть. Дальше идет игрушечка от MAC, которая стала для меня просто невероятной любовью, это текстура Extra Dimension, блажь, румяна, но не для всех, во-первых, не для всех, потому что, ну правда, это больше игрушка, а во-вторых, очень сложно найти, я покупала весной, и тогда уже это была прошлая коллекция, летняя, ну в общем, уже год был этой коллекции, я нашла то ли на Амазоне, то ли на eBay, ну в общем, где-то как-то я там непонятно как нашла, купила их в новом прекрасном нетронутом состоянии, и в общем, это любовь. Изначально я их увидела в качестве хайлайтера, и мне показалось, потому что тогда был у меня очень сильный интенсивный макияж, мне показалось, что в качестве хайлайтера это выглядит очень красиво, я люблю розовый, я люблю розовые переливы, оттенки, и мне надо. А потом я поняла, что в моей повседневной жизни, вот даже такой макияж, он вроде бы как яркий, но все равно такой приглушенный, я вижу четкий отлив на своей скуле, то, что не совсем желательно, когда вы наносите хайлайтер, вот такая полоска. И тогда я решила попробовать, господи, как это красиво, просто посмотрите, это, конечно, очень сиятельно, но если вы это грамотно нанесете, легкой кистью сверху заполируете, просто роскошь. Конечно, если вы не любите, чтобы вы сильно сияли, то Extra Dimension от MAC в целом не для вас, потому что у них есть и пудры, которые выглядят просто как хайлайтер, румяна в различных оттенках, и это настолько мне понравилось, потому что вот просто хочется чуть более ярче, чуть более празднично, берете какую-нибудь легкую-легкую кисть и начинаете шлифовать красиво, когда это все уходит в хайлайтер, ну, в общем, если вы тоже любите блестяшки-сияшки, то посмотрите, не расстраиваемся, Extra Dimension как раз-таки в этом оттенке вы навряд ли найдете прям такой, но у них постоянно новые коллекции, новые оттенки, просто запомните, что вам нужен Extra Dimension, и все. На всякий случай у меня оттенок Holy Dolly, то есть как бы если кто-то хочет заморочиться, найти байера, то можете попробовать, но я думаю, такой нежный-нежный оттенок вы встретите в каких-нибудь весенних лимитках. Почему эта формула достаточно своеобразна у MAC? Потому что, смотрите, это румяна, но при этом это действительно больше в какой-то степени хайлайтер, потому что розово отлива минимально, это просто такой розово-золотой хайлайтер, но он оставляет все-таки с собой полосочку, поэтому я вам советую в качестве румян подобной текстуры наносить, просто легким штрихом сверху. Кремовая румяна от Romanova Makeup, любовь любовная, оттеночек Good Girl, если я не ошибаюсь, то что у меня уже отвалилась, к сожалению, этикеточка, это такой персик роза с легким бежево-золотистым отливом, но он здесь представлен в качестве блесточек. Очень классно на весну, очень классно, когда вы хотите освежить ваш макияж, и здесь, конечно, сияние достаточно интенсивное, но насколько это выглядит деликатно, насколько это выглядит красиво, вот если вы хотите прям быть свеженькой-свеженькой, то вам эти румяна нужны, и они тоже в возрастном макияже выглядят очаровательно, они очень легкие, они просто дают чуть-чуть такой персиковый отлив и небольшую дымку из блесток, но они незаметны, то есть это просто вот, они настолько незаметны, что вы видите только это в общем эффекте, то есть вот да, есть какое-то сияние, но отдельно вы блесток не увидите. Они держатся хорошо, сложно сказать как бы там интенсивность, насколько длительная, потому что они очень деликатные, и нет такого, что вы изначально там супер розовое или персиковое, а потом уже все это сходит на нет. Тут такого нет, изначально все очень нежно и очень приятно, очень мягкие, кремовые, чуть-чуть когда они особенно потаяли у вас на пальчиках, все, вы про них забудете не навсегда, потому что они не ощущаются, но очень красиво выглядят. И кремовый румяна от Небледный, это уже более интенсивный продукт, поэтому если вы любите поярче, но тоже его можно достаточно легко нанести, то они вам понравятся. Это оттенок пинки, у них появился уже и блонди, кажется, он более такой очевидно розовый, барбишный оттенок, у них появился рубин, в общем уже три оттенка, когда я покупала, был всего лишь один оттенок представлен, и здесь просто чудеснейшая маслечка, которое можно наносить и на щеки, и на губы, и на веки, ну в общем он какой-то, очень красивый этот оттенок, честно, я не пробовала блонди, возможно он тоже хорош, но вот этот, ну вот чем вам не лучший розовый цвет на земле, он очень приятный, несмотря на то, что интенсивность видите яркая, вы можете все это втушевать буквально в ноль, то есть пятен здесь тоже не будет, красивый кремовый оттенок, но здесь нету абсолютно никаких блесточек, поэтому если для вас это важно, имейте в виду, но на мой взгляд, все кремовые румяна, за счет своей формулы, за счет того, что они вот такие влажновато ощущаются на ваших щечках, и выглядят, они все равно выглядят подсвечены, вот здесь я растушевала уже буквально в ноль, то есть видите, можно и дальше уже пойти, и будет все очень легко, то есть если вы любите легкую тушевку. Моя самая любимая категория, но сегодня как-то представлена достаточно скупо, но это говорит, мне кажется, о моей приверженности, то, что я очень сильно люблю, и вот ничто не может пока сравниться, а вы знаете, что хайлайтеров у меня просто гора. И, конечно же, это Rare Beauty, я бы очень хотела вам здесь показать что-то более доступное, ну кстати, кстати, очень хороший, прям ярко пигментированный, адско, как я люблю, хайлайтер у Influence Beauty, у Beauty Bomb из этой же летней коллекции, там тоже прям очень сильно все это сияет, но Rare Beauty, ну ничто с ним не сравнится, если вы любите хайлайтеры, правда, это лучший подарок для себя, жидкий, если вы мало краситесь, и вы любите что-то деликатное, но красивое, я недавно общалась с своей подругой, она абсолютно не красится, она даже, по-моему, тон не носит, если я не ошибаюсь, и она мне рассказывала, как она любит этот хайлайтер, и магия, то есть хайлайтер, но он всем подходит, а если вы любите посильнее, если вы любите просто сиять из космоса, ну чтобы это было красиво и благородно, то, конечно, вот этот хайлайтер, я даже не стала выбирать какой-то один из них, потому что они выполняют разные роли, и они оба прекрасны, вот, правда, подарок из поездки куда-нибудь, Rare Beauty отличный, мне тоже самой его подарили, и я просто невероятно рада этому, потому что, давайте я лучше вам покажу, начнем с этой огромной шайбочки, здесь 15 миллилитров, конечно, они сделали стекло увесить, то, чтобы мы с вами просто очумели, как это все выгодно, но, кстати, оттенок у меня достаточно темный, почему, не знаю, я выбирала на сайте, но он, знаете, очень круто выглядит с точки зрения, как он перекликается с бронзером, и можно его иногда даже как румяшки нанести, как бронзер, поэтому, если вы спросите, какой бы я сейчас оттенок купила, наверное, бы опять этот, давайте сейчас я его нанесу на руку, тут очень большое копытце, имейте в виду, но для меня это достаточно удобно, вот так выглядит, и когда первый раз я его нанесла, конечно, у меня началась паника, я думаю, блин, ну как так, ну почему, а потом я поняла, что это очень красиво, потому что когда вы начинаете все это растушевывать, то получается легкая дымка, мы сейчас, конечно, нанесли много, и у нас подтон достаточно такой заметный, но вот, например, я протянула в эту сторону руки, и вы уже видите, что вы просто вот такая легкая богиня, красивая, золотая, медная, в общем, это все очень здорово, если вы хотите нанести это в область румян, наносите поплотнее, если вы хотите деликатно, нанесите как здесь, вот видите, он же просто немножко золотом отдает, в общем, это самый красивый хайлайтер, и он может быть очень деликатный, вот как если в этом случае смотреть, правда, хотите что-то прекрасное, то посмотрите на Rare Beauty, я была настолько удивлена, это правда, вот открытие этого года, потому что я часто вам рассказываю, что косметика от Celebrity меня не впечатляет, от Fenty, соглашусь, прекрасная, от Селены классная, но все остальное, ну как будто это маркетинг с красивой обложкой, и с красивым рекламным лицом, которое не на контракте, это все рекламирует, ну в общем, как будто бы доверия чуть меньше, и когда я пробовала Rare Beauty, я думала, что просто это какой-то модный бренд, который завирусился в ТикТоке, потому что все обожают Селену, и вот из-за этого он популярный, я не думала, что это так прекрасно, кстати, напишите, пожалуйста, был ли какой-то бренд для вас, открытием в этом году, что вы прям не ожидали, а вы попробовали, и, а это прям здорово, а мы тем временем переходим к сухому хайлайтеру, и это просто премия номер один сегодня, потому что вот если выбрать один самый любимый продукт, то это будет он, я думаю, что я сразу немножечко покажу вам на щечках, мы, конечно, с вами сияем уже достаточно, но смотрите, просто, чтобы вы, сейчас я немножко тушую, чтобы это не совсем карикатурно было, чтобы вы понимали, ну там и так было сильно, но все равно, но все равно, очень-очень красиво, и если вы любите интенсивные, яркие хайлайтеры, которые при этом не сильно подчеркивают текстуру, потому что я не могу сказать, что когда вы наносите вот такую яркую вещь, то у вас будут разблюженные поры, конечно, нет, как бы если у вас есть там какие-то небольшие подкожники, это будет немножечко заметно, но это выглядит очень-очень достойно и красиво, оттеночек у меня опять темный, в общем, я не знаю, что не так было со мной ночью, когда я выбирала, но на удивление я поняла, что как будто бы это небольшое спасение, у него розовый отлив, поэтому он мне, собственно, и понравился, и многие девушки говорили, что они как раз думали, что для них это будет темновато, и приобрели самый первый оттенок, по-моему, первый, второй, и они как будто бы полосочка ложатся, поэтому, возможно, я бы тоже посоветовала вам посмотреть что-то темное, потому что это очень красиво, ну и, конечно, если вы любите сияшки, то вам Крэр Бьюти, и быстренько закончим с темой лица, посмотрим на самую лучшую палетку для лица, это Physicians Formula, и тоже в телеграм-канале я писала, что если вы хотите Hourglass, но для вас это дорого, потому что, по-моему, у байеров они сейчас по 8-10 тысяч, если я не ошибаюсь, и если как будто бы вам хочется чего-то попроще, и доступнее, потому что она на Лямодде даже продавалась, то есть можно найти спокойно, то вот этот Greatest Hits, это реально хиты, это прекрасно, если у вас когда-нибудь было что-нибудь от Physicians Formula, то вы понимаете, о чем я говорю, тоже, если говорить о минусах, потому что мы все-таки с вами честно здесь говорим, ничего я от вас не скрываю, то многим может показаться интенсивный кокосовый аромат, мне тоже писали некоторые девчонки, но мне это так нравится, в общем, правда, если у вас есть баночка, понюхайте, и поймите, хотите ли вы что-то еще, потому что здесь, конечно, пахнет сильно, но это даже когда вот ты нанес уже макияж, и когда ты уже с ним, ты чувствуешь этот кокос, и для меня это просто лучший подарок, ну, правда, настроение сразу поднимается, еще какие-нибудь кисти есть, все дорогие, классные, ты такой творишь, в общем, потрясающе, эта палетка мне показалась очень функциональной, потому что здесь собраны различные их лучшие текстуры, здесь собраны их лучшие продукты, и они действительно, мне кажется, для каждого, здесь, если говорить о бронзере, то он достаточно деликатный, он не коричневый, он не рыжий, серый, с чуть теплым подтоном, но все равно универсально, румяна, винтаж, руж, они у них называются, они теплые, и поэтому, возможно, если кто-то не любит, такие теплые, румяна, вы там, может, любите холодные, как я показывала, то, может быть, кому-нибудь немножко они покажутся грустными, но они тоже очень красиво подсвечены выглядят, освежают ваше лицо, то есть не пугайтесь, и хайлайтер, но это просто какая-то жемчужина, давайте сразу все засводчим, у нас есть light bronzer, легкий, который верхний, ну вот, на сводчих достаточно рыжеватый, если еще вспомню скульпторы, поэтому я бы советовала это в качестве бронзера наносить, но на щеках я ни разу не видела, чтобы что-то мне не понравилось, вот нижний бронзер, он практически идентичный, но в нем как будто меньше теплого подтона, то есть может быть вот его можно в качестве скульптора, румяна, ну нет, нет, беру свои опасения обратно, они красивые, они, видите, немножко в персик уходят, тоже в возрастном макияже будет все красиво, и хайлайтер вот здесь, он немножко такой, расслаивается что ли, в общем здесь аккуратно, вы можете нажать, и он поломается у вас, ну вот такая это красота, сейчас я это все растушу, и тоже вам покажу, все оттенки имеют легкие светоотражающие частицы, и даже румяна, я бы сказала, они достаточно интенсивно сияют, поэтому если вам такое не нравится, но опять-таки частицы не видны, просто очень сильно вот так вот отражает цвет, и это выглядит очень красиво, поверьте, такой же формулы похожи бронзеры скульпторы, и хайлайтер, но это просто россыпь каких-то жемчужных блесток, он необычный, потому что у него достаточно такой холодный подтон, у меня таких хайлайтеров не было, и это все, конечно, красиво смотрится, с жемчужными оттенками, и даже с жемчугом сегодня, наверное, он бы тоже очень хорошо смотрелся, если у вас есть продукт от Physicians Formula, я думаю, вы поймете, о чем я говорю, потому что у них очень шелковистые, мягкие текстуры, тоже пятен вы не наставите, если вы не любите заморачиваться, или не совсем умеете все это тушевать, любой кистью практически все это растушуется, не зря их обожают, и эта палетка, она, мне кажется, стоила 1800 рублей, я купила ее со всеми промокодами примерно за 1300, и я считаю, что за эти деньги 4 практически полноценных продукта, честно, я не знаю, сколько в отдельных рефилах, если мы купим по отдельности, но выглядит это достойно, и посмотрите, расход действительно минимальный, поэтому эта палетка просто находка, если вы любите этот бренд, посмотрите на нее. Пудра, которая тоже стала своего рода открытием этого года, это пудра от Charlotte Tilbury, я очень много про нее слышала, говорили, что она так красиво блюрит поры, потом я зашла на сайт Seafora, и вижу, там люди на борт пишут, что она некрасивая, в общем, я долго думала, нужна она мне или нет, и когда я была в отпуске, я приобрела такую маленькую миниатюрку в оттенке 2, и она мне настолько понравилась, то, что я потом уже у Байера купила полноценную версию, там, знаете, какая цена была приятная, то ли 4, то ли 5 тысяч рублей, то есть она на сайте дороже выходила, если бы вы, например, покупали где-то в Европе, и я решила, что я возьму, наверное, какие-то старые цены были, в общем, помню, что было привлекательно, иначе бы я не взяла, потому что в целом не горела, но я уже и полной версией пользуюсь, и эту малютку положила к себе в сумочку, она, правда, очень красиво блюрит ваше лицо, но она чуть более, наверное, заметно и ощутимая, нежели чем, вот, например, сейчас я Живанши себе призм заказала, она прям выглядит совсем вот невесомо, вот прям невидно, и вот в возрастном макияже это здорово, здесь как будто бы чуть-чуть более заметнее, чуть-чуть-то ее, хотя какая же она, ооо, ну просто, это самый мягкий продукт, который мы с вами сегодня трогали, очень красивый блюр, и очень она здорово выглядит на лице, когда я говорила, что она заметная, она ничего не подчеркивает, но просто она, вот видите, она настолько все заблюрила, что вы видите, что здесь есть какой-то продукт, вот, поэтому с точки зрения подчеркивания шелушонок или чего-то еще, то здесь не переживайте, этого не будет, но она такая, я бы сказала, достаточно явная артиллерия, ну как, видите, сразу прям, аккуратнее стали, очень она красивая, особенно если вы сияете, то такое легкое-легкое, еле заметное покрытие, но при этом преображает буквально за один взмах кисти, тени палетки для лица, палеток сегодня не будет, потому что, ну что-то я не могу сказать, что что-то прям невероятно впечатлило, одна палетка космоса, это настоящая Беверли Хиллс, меня просто влюбила, но я получила ее в конце декабря, и только буду снимать на нее видео, поэтому, наверное, будет странно ее фаворит этого года включать, хотя она была в этом году представлена, но я думаю, что в следующем она обязательно будет, но если говорить про этот год, то, конечно, это год однушек, это год спарклов, и здесь, ну как ни крути, даже если вы не любите бренд шик, или вы не интересуетесь им, вы точно видели, а скорее всего хотели, знаменитые спарклы, за которыми охотилась просто вся страна весной, и про эти спарклы тоже я вам расскажу, конечно же, их постоянно сравнивали со спарклами от Лимони, и также сильно охотились за 0,05 оттенком, потому что он просто невероятный, если у вас его нет, то 0,05 оттенок вам нужен, объясню потом, почему. Я вам покажу спарклы, потому что я заметила, что реально это те вещи, которыми я постоянно пользуюсь, кстати, сейчас у меня спаркл мимоза на глазах, и мимоза это тот спаркл, который наименее прекрасно ведет себя на наших глазах, потому что он реально скатывался у меня, честно, но когда я попробовала на подложке, он держится как убитый, вот такой макияж у меня был всю ночь, и сейчас я тоже достаточно уже давно с вами сижу, на три часа я, наверное, накрашена в целом, и вот, по-моему, он вообще даже нигде не завалился, но я сейчас расскажу мой секрет, и очень неординарное комбо подскажу, чтобы любые спарклы, которые у вас не очень хорошо держатся, как их можно спасти? Давайте, наверное, сперва начнем со спарклов, я просто их суммарно подведу итог, покажу, сделаем сводчики, и быстренько пробежимся. У меня шик есть шесть оттенков, я посмотрела на все, но поняла, что, наверное, самыми красивыми для меня были как раз-таки вот такие весенние красивые легкие оттенки, потому что я люблю что-то светлое, не знаю, но сразу прекрасное настроение. Конечно, если вы визажист, если вы любите что-то универсальное, то вам, наверное, нравится вега, вам нравится капелла, возможно, там вот эти летние оттенки, тоже они интересные, но вот для меня все, что розово, то красиво. Оттенок сан, на удивление, я его меньше использовала, чем мимозу, хотя здесь больше такая выемка, потому что он помягче, он хорошо так приминается. Это самый очаровательный майский жук. Если мы говорим про спарклы от шик, то они очень мягкие, поэтому осторожнее, поэтому не бились, просто даже вот так наносишь, и все, притаптывается прям сразу. Но, как видите, у меня они в целости, хотя даже со мной летали, несколько раз. Вот, и мимоза, она тоже такая легкая, рыхленькая, оттенки очень красивые. Если сан, вот здесь у нас нанесет сан, это такой майский жук, это розово-зеленый оттеночек, то мимоза, это розово-оранжевый. Вот сейчас, мне кажется, лучше, если вы на глазах посмотрите, потому что он немножко тоже хамелеонит, под каким-то освещением он оранжевый, под каким-то он розовый. И сан держится лучше соло, мимоза чуть хуже. Короткая рекламная пауза имени меня. Пожалуйста, если вы еще не подписаны на этот канал, то я убедительно прошу вас это сделать. Это займет одну минуту, но сделает меня невероятно счастливой. 85% по статистике. В общем, очень много тех, кто меня смотрит, вы не подписаны. Я, конечно, вам рада. Рада, что заходит мой контент. Но я буду гораздо больше вам благодарна, если вы нажмете вот эту кнопочку одну секунду бесплатно и подарите мне такой маленький новогодний подарок. Ну, я теперь мимозу постоянно наношу на какую-то подложку, и я ей стала пользоваться, наверное, в пять раз чаще, ну, постоянно. Я только за эти праздники была 4 раза с мимозой. Вот здесь очень хорошо, видите, она уходит такой оранжевый, но если тут он какой-то не самый приятный, то на глазах он прям очень красивый. И сам такой стандартный оттенок, потому что, мне кажется, многие заигрывают с розовым, с голубым, который немножко, я вот вижу, знаете, что интересно, он мне на руке смотрится с голубым отливом, а я вижу, что на камере он с золотым. В общем, очень увлекательно, интересные оттенки. И сразу же давайте посмотрим на их прямых конкурентов, это спарклы Лимонии, на мой взгляд, они чуть лучше держатся, но здесь смотря с чем сравнивать, потому что Вега и Капелла, они идеально держатся, просто это такие, видимо, оттенки, которые в формуле прекрасные, они цепкие, и вот, не знаю, Space Cowboy, Банди Кей, хотите что-то альтернативное, посмотрите их. Но Лимонии, вот эти два спаркла, я не говорю за остальные, потому что я видела обзоры, девчонки некоторые говорили, что они и красят века, и что-то чуть хуже держатся, ну, в общем, мы говорим про конкретные оттенки. И вот 0,1 и 0,5, они просто фантастические, я тоже очень часто с ними бывала, вот этот 0,1, мне кажется, немножко похож на мимозу, чуть более плотные они, вот сейчас ощущаются, давайте сразу на пальчики посмотрим, вот он, он тоже розово-оранжевый, кажется, похожее у них настроение, у этих обоих спарклов, давайте сейчас рядышком мы нанесем, но нет, нет, простите, они выглядят совершенно по-разному, вот здесь у нас Лимонии 0,1, и он такой из розового в персиковый беж уходит, то мимоза уходит у нас из фиолетового в оранжевый, ну, в общем, сложно-сложно, но они все разные, но они от этого не менее прекрасные, потому что, мне кажется, это очень красиво, и если вы любите спарклы, о, да, это самые лучшие вообще однушки на планете, но это мы с вами еще не смотрели на 0,5-ю однушку, потому что она просто крышесосная, мне постоянно все пишут в шортах, везде, что где взять, где взять, но вроде бы сейчас, по-моему, они опять появились, да, мне кажется, она вот очень мягкая, мне кажется, ее легко тоже повредить, ну, и это просто, вот она, это такая, роз и блесток, это такая красота, что просто, не знаю, невероятно выглядит, здесь и фиолетовый, и синий отлив, ну, в общем, немножко даже на Moon Magic от Huda Beauty, мы обожаем, мы тоже очень похожи, в общем, 0,5-я однушка, мне кажется, это прям мастхэ, вот она вот здесь у нас, это прям самое-самое красивое, хотя и это сейчас потрясающе смотрится, еще раз напомню, 0,5-я Лимони, 0,1-я Лимони, это у нас Мимоза от Шик, и рядышком у нас Сан от Шик, вот такая красота, и вы спросите, Даша, какой же секрет, чтобы любой спаркл идеально лежал, это, конечно же, хорошая подложка, во-первых, многие ваши любимые жидкие тени, скорее всего, для этого подойдут, попробуйте, потом напишите, какие лучше всего держались, это карандаши в стике, например, карандаш от Шик Цинк, на нем хорошо держались спарклы от Шик, и еще одно открытие, во-первых, это само по себе, очень красиво, в этом году появился этот продукт, а во-вторых, это очень цепко, поэтому любое спаркл можно положить на вот такую гелевую подложку от Небледной, у меня сейчас два оттеночка, здесь Лав и Сан, изначально у меня был оттенок Лав, он просто, ну, опять-таки, очаровательный, то, ах, мембрана упала, сейчас произошло ЧП, я все подняла, к сожалению, отвалилась мембрана, почему я так расстроена, потому что гелевые продукты, им свойственно подсыхать, и вот эта штука, их как раз-таки, мне кажется, немножко удерживала от этого, потому что у меня Glow Maker, примерно, мне кажется, сентября, не знаю, когда они были залончены, может быть, летом даже, и вот у меня с этого времени, он вообще практически, технических своих характеристик не потерял, то есть он такой же гелеобразный, он такой же приятный в использовании, вот смотрите, это прям как гель, изначально бренд это позиционирует как хайлайтер, но потом мы девчоночками начали пробовать, и поняли, что это и спаркл красивый, и хайлайтер, и румян, в общем, любом формате, в котором вы найдете применение этому продукту, на любую область он подойдет, и что интересно, что он за счет того, что как раз, видимо, он гелевый, он схватывается, на нем круто держатся вещи, которые вас раньше подводили, оттенок Love мне безумно нравится, не случайно он у меня появился первый, но потом я захотела еще бежевый, но в общем, ну чтобы как-то поспокойней, хотя вы не поверите, я когда тестировала, когда я поняла, что эта штука спасает все, что не прибито, скажем так, я пробовала на этом оттенке и фиолетовый, и зеленый, какие только спарклы, я не клала, поэтому в теории, если вам нравится розовый, будь нормально, и даже знаете, спарклы, видимо, интенсивнее сильно, и оттенок особо не менялся, но потом я захотела все-таки видеть первоначальную красоту продукта, который я покупаю, и в этом случае, конечно, мне помог оттенок Sun, потому что он просто, ну вот такой типично золотой хайлайтер, легкий нюд, красивый и в качестве хайлайтера, потому что у него теплый потон, ну и, конечно, в качестве любой подложки это будет выглядеть отлично, потому что не будет спорить с оттенком тени, особенно если они у вас яркие, но сухой спаркл я тоже вам покажу, и это спаркл от Бобби Браун Мунстоун, как я долго о нем просто грезила, хотела, не понимала, надо, не надо, потому что блесток уже очень много, но потом все-таки, подводя итог этому году, я скажу, что надо, конечно, за 3 900, или сколько он там стоит по полной цене, наверное, не очень, но я купила за 2 300, по-моему, в Римкош, какие-то были скидки, акции, промокоды, ну, в общем, как всегда, кстати, в Телеграм-канале я об этом всегда пишу, и мы вместе с вами хакаем систему, и я поняла, что, блин, а это реально то сияние, про которое все говорят, опять-таки, если начать с небольших минусов, немножко шершава, и кто-то писал, что прям ощущают они их на глазах, я бы не сказала, это никаким образом не травмирует, хотя, кстати, кто-то писал, что чувствительными глазками было не совсем комфортно, поэтому, смотрите, если вы очень чувствительны, они немножко шершавы, немножко, но я абсолютно вообще этого не заметила, не поняла, у меня, видимо, глаза просто стандартные, и мне было с ними хорошо, это то сияние, которое видно прямо с космоса, и это очень красиво, как раз-таки, у меня есть палетка Наташи Динона, почему ее нет в этом обзоре, это потому что, ну, как-то средненько, и когда я смотрела на все эти спарклы, которые там есть, я помню, что для себя даже выявила, что вот если Бобби Браун, он красиво выглядит, даже, не знаю, когда вы в темном помещении, то есть просто вот такая красивая роса блесток, и она действительно заметна, то есть, понятно, сейчас свет, и сейчас мы сияем с вами невероятно, но если это будет темное помещение, оно тоже будет сиять, как? Потому что блестки преломляют свет, не знаю, но прям видно, что на тебе красивая и дорогая сияшка, но в Наташи Диноне, хотя палетка отличная, обзор есть, тоже посмотрите, я не хейтер, я не говорю, что она не имеет места быть, но чуть больше меня что-то другое впечатлило в этом году. Переходим к глазам, и сейчас будут карандаши для глаз, они, наверное, не совсем стандартные, хотя нужно было сюда еще Романову со Friday Night, то, что очень красиво, и такой коричневый, благородный оттенок, но, увы, все-таки, если говорить про ушедший год, то этот год был год Барби Кора, мы с вами красились в Барби, мы смотрели Барби, и, в общем, все розовое присутствовало, поэтому, наверное, самое очевидное, да и я часто была с этими карандашами, это карандаши от Beauty Bomb, кстати, сейчас они у них появились в постоянной коллекции, потому что это летняя коллекция, я покупала еще в самом начале, остальное уже там по скидкам прихватила, но, в общем, сейчас можно, просто немножко другой будет дизайн, но тоже они у ребят представлены, это чудесно, потому что эти карандаши, они там в качестве какой-то подложки можно тоже использовать, но как они красивы, если вы делаете стрелку, все розовые стрелки, которые собрали максимальное количество комплиментов, они все были нарисованы этим карандашиком от Beauty Bomb, во-первых, в чем плюс этих карандашей, они прекрасно точатся, и вы можете сказать, что да, сейчас тем ни у кого не удивишь, удивишь, когда карандаш на 300 рублей, и потом я вам покажу карандаш, давайте я сразу скажу, вот от Шарлотт Тилбери, у них одинаковая фактура карандашика, то есть Гриффель, он у них одинаковый, но карандаш от Шарлотт Тилбери, что этот, что для глаз, точить невозможно, ты точишь, и у тебя половина карандаша просто ушло, потому что он вечно ломается, он какой-то неудобный, хотя у меня есть три точилки, и одна из них от NARS достаточно дорогая, то есть дело не в точилке, но вот если вы точите карандаши от Beauty Bomb, почему-то они идеально точатся, ну в общем, я не знаю, в чем парадокс, но они очень мягкие, они очень интенсивные, они классно тушуются, и в качестве стрелки выглядит идеально, то есть у вас есть достаточное количество времени, чтобы все это подправить, чтобы немножко сделать такой легкий блюр, в общем, люблю, обожаю, это оттеночек был розовый, сейчас там уже не буду называть вам номера, это 04 Pink, потому что там они немножко по-другому сейчас выглядят и называются, но не переживаем, отхватить такое добро можно, и у них был вот этот Violet, он больше такой сиреневый, тоже очень красивый, оттенок лаванда, еще два похожих карандаша, но уже от другого бренда, это бренд Vivienne Sabo, мне кажется, это одни из самых популярных карандашей, если вы любите карандашную технику, если вы тоже любите стрелочки или что-то еще, потому что это must-have, если вы визажист, если вы просто любитель макияжа, они невероятные, и, конечно, есть аналоги в дорогих брендах, в люксовых, но это за свои деньги просто чудесно работает, как видите, красненьким я чаще пользовалась, потому что я его купила в период обожания, там, Charlotte Tilbury, у нее очень часто были такие красно-рыжие палетки, я сейчас люблю Charlotte Tilbury, но тогда как-то активнее пользовалась с ее палетками, и, конечно, этот красненький карандаш просто постоянно у меня был в ходу, очень красивый, удачный бордовый оттенок, 0,3, они вроде бы их не перевыпускали, они по-прежнему так же выглядят, они более мягкие, чем Beauty Bomb, вот если их нанести, ну и, конечно, это другая эстетика, другая история, здесь что-то неоновое, яркое, классное на каждый день, а здесь уже можно и драму дать, можно и какую-то красоту навести, кажется, что Dash красный, какой-то карандаш бордовый, куда мы будем выглядеть болезненно? Нет, это так здорово, вот правда, 0,3 оттенок, он нужен всем, потому что он очень комплементарно смотрится на глазах, ваши глаза не смотрятся заплаканными, уставшими, это касается и розового, кстати, оттенка, который у меня представлен на руке, в общем, фантастика, отлично тушуются, мягкие, на портаче с ними сложно, держится вообще отлично, и синий я покупала для нескольких макияжей, потому что мне нужен был конкретный карандаш, он тоже очень здоровский, и посмотрите, какой интенсивный неоновый оттенок, такое редко можно встретить, потому что обычно они какие-то плешиевые, в общем, они оба очень хорошие, раз уже начали говорить, давайте продолжим, это карандаши для губ, и здесь два фаворита, которые фавориты у многих, это карандашик подоступнее, и карандашик попроще, с точки зрения того, где его приобрести, и сколько он стоит, и что он, конечно, дешевле, это карандаш от Шарлот Тилбери, Iconic Nude, у него оттенок, и это один из лучших нюдовых карандашей, мне он достался в боксе, поэтому, если вы спросите даже, готова ли ты сейчас купить карандаш за 3000 рублей, учитывая, что он фигово точится, я скажу, наверное, нет, потому что, ну, если вы мне подарите, то напишите, ну, реально, он классный, и у него очень красивый оттенок, он суперско выглядит на глазах, и красиво можно нарисовать новые губы, если вас природа чем-то обделила, или вам хочется чего-то новенького, и давайте сразу посмотрим в сравнении, потому что, мне кажется, это одни из лучших нюдовых карандашей, и хочется понять, насколько у них разная формула и оттенки, сразу шик, если говорить про Шарлоттилбери, то он прям мягкий, и реально можно вот заполнить область, и когда он сходит, вы не выглядите клоуном, потому что у меня часто такое, и я еще представляю, вы в комментах пишите, да нет, ты как раз как клоун, ну, в общем, часто бывает, что ты намазюкался, еще и темно, а потом, ну, в общем, весь этот контур виден, эти карандаши вас не подведут, поэтому не переживайте, давайте посмотрим рядом шик, шик тверже, что значит, что мы можем аккуратнее контур прорисовать, но оттенки похожи, вот, но если говорить прям совсем, вот по цветам наименее заметно, у шик больше в теплинку уходит, именно в такую, в розовинку что ли, а если говорить про Шарлоттилбери, то он уходит больше в коричневый потом, но это прям, ну, не сильно заметно, это оттенок Флоренса, у меня, кстати, есть много, и Верона, и Гарда, я обожаю ее карандаши, всегда вам говорю, что они классные, вот, поэтому здесь, я думаю, можно что-то и похожее подобрать, но я знаю просто, что это и у шик, топовый карандаш, и у Шарлотт, поэтому выводы делайте сами, какой вам нужен, но точится шик тоже явно получше, чем Шарлотт, это я вам уж гарантирую, два геля для бровей, один с оттенком, второй нет, и по стоимости они оба бюджетные, оба достаточно доступные, начнем, который чуть-чуть дороже, но на мой взгляд он интереснее, потому что я рассказывала, что я очень люблю гель для бровей от Мэйбелин, я постоянно хочу его найти, но они бы перевыпустили, там другая щеточка, а потом уже вроде делали с такой же щеточкой, но уже не то, я покупала там два или три геля себе про запас, до сих пор ими пользуюсь, они были закрыты, и вот от Укул Фоскул опять, просто какая-то находка, фантастика, оттенок у нас софт браун, но у него нет ни единого намека на теплый подтон, потому что я изначально испугалась, подумала, ой, это что, я буду тепленькой, но потом вроде бы как хорошо, он очень красивый, он такой деликатный, и ваши брови только лучше, вот если вам хочется немножечко прям их подправить, уложить, то фантастический гель, у него очень удобная щеточка, можно и уложить, и при этом накрасить, ну в общем, просто какая-то находочка, поэтому если вы ищете какой-то гель, который будет выполнять эти функции, и укладочные, и цвет немножко вам придаст, то я уверена, что он вам понравится, потому что он замечательный, а еще там в комплекте идет очень смешная бритва для бровей, я когда ее увидела, подумала, ребята, это что намеку, что мне нужно побрить брови, в общем, она мне лежит, аж я боюсь ей пользоваться, но в общем, отдельный историк, кстати, кто бреет брови, напишите в комментариях, может, с анонимного аккаунта, это больно, это страшно, может, мне стоит попробовать, я знаю, что корейцы вроде бы, когда делают форму бритвой, еще напишите, мне интересно, и если говорить про прозрачный гель, то здесь я хочу посоветовать коллаборацию арт-визажа золотого яблока, как минимум, потому что в какой-то момент этот гель стоил 29 рублей, здесь очень странная щеточка, и мы с вами тоже в телеграме обсуждали, что какая-то фигня, как будто бы, но это так, удобно оказалось, она маленькая, она прекрасно подстраивается просто под ваши брови, отлично зачесывает, отлично расчесывает, и укладывает их, наверное, если говорить про какую-то там адско длительную укладку, то нет, это не какой-то супер фиксирующий на 24 часа бальзам, на мой взгляд, он достаточно натурально выглядит, при этом брови не опускаются, как есть многие, там у некоторых брендов у наших, тоже российских, есть средства, которые ругают, потому что брови с ними опускаются, здесь такого нет, но я думаю, что если вы пробовали от арт-визаж, скорее всего форму та же самая, мне кажется, плюс-минус, но чуть-чуть другой формат, красиво выглядят косметички, и очень удобная щеточка оказалась, кстати, он у меня уже открыт давно, вот когда я его купила, наверное весной, летом, одним цветом, зеленым, и за это время он даже как-то не помутнел, хотя я его, ну как, он помутнел вот здесь, но он не оставляет вот этих ужасных ошметков, желтого-белого цвета на ваших бровях, вот, поэтому этот гель, если он еще продается, он прям здоровский, тоже однозначно фаворит этого года. Тушь, тушь все были хорошие, которые мы с вами тестировали, там много было и российские бренды, и корейские, что удивительно, потому что для меня лучшая тушь корейская в этом году, и там зарубежные всем известные, но вот эта от Каталина Гео мне прям супер зашла. Во-первых, она водостойкая, поэтому если кто-то из вас любит водостойкие туши, у меня моя сестра обожает, только водостойким пользуется, то вам она сильно понравится. Во-вторых, посмотрите, какие длинные ресницы, и достаточно разделенные, потому что я не верю, когда говорят, что тушь вообще не склеивает ресницы, ну это невозможно, ну то есть как бы да, она не склеивает, но все равно немножечко поправить надо, но здесь я даже не поправляла, у нее просто не было времени, честно говоря, но ресницы выглядят объемные, такие очень драма-эффект, и конечно сильно они удлиненно выглядят. И за счет того, что она водостойкая, то да, если у вас что-то отпечатывается, у вас есть такая проблема, то она не будет отпечатываться. У нее такая щеточка, немножко изогнутая, что позволяет вам комфортно подобраться, к вашим ресничкам, и их прокрасить. Только ей пользуюсь, у меня есть туши других брендов, но она вот фаворит на данный момент. И помады, помады, блески, помад мало, помада у меня будет всего лишь одна, остальное все блески, и то второй я принесла просто для того, чтобы показать, наверное, вайп уходящего кода, и что мы с вами носили, и что нам нравилось. Если говорить про помаду, то было много приятного нюда, было много приятных, например, стик от Шу, 462-й, если не ошибаюсь, он тоже очень красивый, посмотрите, мне кажется, что с ним мы им красились, я его не смогла открыть. В общем, я сделала расхламление, небольшое, кстати, будет на моем ютубе, если вы любите этот формат, то обязательно посмотрим его, и, видимо, ударила по нему, когда расхламляла, и закрывала ящик, я его не смогла просто открыть. Вот, поэтому его здесь не будет, но помада, которая меня нереально удивила, потому что я не ожидала за 300 рублей, мне кажется, 300-400 стоит такого качества, такого оттенка, и такой красоты, потому что она меня впечатлила, и иногда чуть больше впечатляла, чем многие оттенки помады от Шарл Тилбери, вот, поэтому вот так, в общем, Back to the Moon 03 Influence Beauty, если вы любите нюдики, если вы любите холодные нюды, такие немножко грустные, роковые, потому что на некоторых он, наверное, может слишком холодно выглядеть, хотя как? Вот я все-таки крашу, и да нет, он какой-то сливовый, это самый красивый нюд, с таким женственным подтоном, но если вы любите поярче, то имейте в виду, что он может все-таки отливать в какую-то грустинку на ваших губах, но на моих просто он такой красивый, давайте, может быть, даже немножко нанесем, или что, или что, или мы нанесем с вами голосы какие-нибудь, давайте сейчас посмотрим, нет, мы нанесем грустинку, вот сегодня мы будем грустинкой, сейчас я вам покажу просто, что у него настолько красивый подтон, и настолько она вытягивает иногда не очень удачные макияжи, то есть, не знаю, ты сделал какой-то нюд, и вроде как-то уныленько, и ты накрасился, и все, ты как будто бы с подиума, очень красивая, и такая она немножко кремовразная, пахнет приятненько, ну вот, о чем я и говорила, губки становятся светлее, но на мой взгляд, это выглядит прям стильно, я не знаю, мне очень нравится, правда, 0,3 оттенок, вообще она комфортная, хорошо ощущается, хорошо сходит, и так пахнет уже приятно, если говорить про дальнейшее оформление губ, то я здесь ограничивалась либо темными блесками, которые я вам тоже сейчас покажу, либо плампером, он мне вот очень понравился, можно даже увидеть, что у меня его тут мало осталось, потому что я им постоянно пользовалась, особенно летом, либо какими-то такими заполняющими текстурами, потому что они вроде бы как-то красиво подсвечены, и вот это Vivienne Sabo, мне кажется, эти блески, они тоже стоят очень бюджетно, но потрясающе в эту роль себя ведут, а еще они магнитные, давайте с этого и начнем, потому что это, мне кажется, самая частая тема съемок всех шорцев и тиктоков, секунду, тадам, ну давай, давай, вот, дождите, капелька наполняется, видите, видите это, да, это тот самый магнитный эффект, о котором все говорят, у меня оттеночек 0,3, и я специально брала его, вот давайте сейчас его тоже сюда, кстати, нанесем, у нас будет такое российское красивое комбо на губах, и он мне нравится для того, чтобы просто добавить, знаете, немножко блеска на вот какие-то такие томные оттенки помад, на такие немножко светлые, ой, ой, посмотрите, он магнитится мне на губы, вы видите это, ничего себе, я первый раз в жизни вижу, чтобы он прыгал на губы, ребят, если вы хотите блеск, который будет буквально сам оказываться на ваших губах, то это он, смотрите, даже минимальное вложение, ты устал, ты только проснулся, поднес, все нанеслось, самое прекрасное, в общем, этот оттенок светленький, куплен специально для того, чтобы украшать такие помады, потому что, если вы хотите чуть больше вот такого глоссия эффекта, чтобы это было красиво, подсвечено, и вот немножко живости, что ли, придать этому оттенку, если кому-то кажется, такие оттенки грустноваты, то вот очень красиво, смотрите, сразу такие наполненные губки, ну а за этот просто перформанс, мивьен сабо, спасибо, я знала, как бы, что он магнитится в упаковке, но чтобы он на губы прыгал, ну я первый раз такое вижу, поделитесь, расскажите, что за формула, как это работает, я теперь буду постоянно этим заниматься, так, далее, плампер, плампер от Шик, они уже перевыпустили, у них летом, это была весенняя коллекция, потом у них летом была новая, там, честно говоря, мне кажется, только немножко блесочки отличались, какие-то были с розоватыми, какие-то с голубоватыми блесками оттенки, это такой классический, который был представлен изначально, и если с точки зрения плампера, он не то, чтобы прям очень жжет и некомфортно, что я, кстати, люблю, когда комфортно ощущение плампера, то с точки зрения глянцевости, как красиво выглядят с ним губы, это прям здорово, то есть вот это была одна из моих любимых сияшек, но я сразу скажу, что я не пробовала блески от Кика, мне кажется, они мне тоже очень сильно зайдут, но этот был фантастический, во-первых, мне кажется, здесь очень удачное сочетание, чуть более светлого оттенка блеска, и каких-то рыже-розовых, мне кажется, здесь такие же блески, как в Мимозе, честно говоря, это один бренд, и вот это сочетание, настолько красиво, посмотрите, как оно сияет, и вот если бы я сейчас сидела с этим блеском, у меня такие же были бы сиятельные губы, это очень здорово, за счет того, что он вроде бы как плампер, ухаживающий, он и комфортно ощущается, и сходит, в общем, плампер от Шик, максимально советую, я думаю, что остальные оттенки тоже хорошие, они и летом перевыпускали, скорее всего, еще есть что-то в наличии, да, и я думаю, что этот продукт будет повторяться, просто в других вариациях, и еще, ну, конечно, в этом году мы с вами носили темные помады, и я думаю, будем еще долго носить, потому что если в этом году это были какие-то такие сливово-ягодные, то сейчас роут, эспрессо, в общем, все эти темно-коричневые, клоранс 25, за которым я охочусь, реально вообще сложно поймать очень сильно, вот, наличия его нет, только в магазинах, если идти, и вот в этом году мы любили с вами сливовые, я хотела показать, наверное больше 0,6 от Шик, потому что Наумов у меня чуть позже появился, а вот Шиком я чаще пользовалась, изначально я его не поняла, 0,6 Blackberry, потому что я думала, что если он называется Intense, то он будет прям Intense, а потом, когда я нанесла его на карандаш, я как поняла, какой он красивый, то есть правда, во-первых, он пахнет просто очаровательно, это ягоды, это очень красивый оттенок благородный, очень красивые розовые, небольшие сияющие частицы, и, кстати, я поняла, что у Шик очень красивый компонент вот этих блесток в составе, что в плампере, что здесь какие-то красивые блестки, прям, не знаю, прям вот какая-то красота невероятная, ну и оттенок такой ягодный, вот я люблю на темные карандаши наносить, если там Гарта, да даже на Флоренс, на тот же какой-то нюдовый, тоже будет очень красиво, и пахнет просто самая благоухающая баночка на сегодня, и еще просто хотела вам показать, как альтернативу, потому что многие охотятся с такими блесками, это чуть более темный блеск от Наумова, по мне он чуть менее интенсивный, но у него просто другой оттеночек, но вот тоже он мне нравился, он мне нравился, я им часто пользовалась, и он, кстати, больше, мне кажется, переходит в такой тренд 24-го года, может быть, я в этом году как раз разношу, потому что он немножко вот как раз в эту коричневую историю уходит. Ну что, дорогие друзья, ну вот и все, наше видео подошло к концу, а значит нам пора прощаться. Во-первых, хочу вас поздравить с наступившим Новым Годом, пожелать вам всего самого прекрасного, хорошего, чтобы год был светлым, добрым, чтобы все ваши мечты, которые вы загадали, а если вы не загадали, потому что я вам прозабыла, кстати, Новый Год загадать, давайте загадаем с вами вместе, вот прям сейчас, загадаем быстренько, чтобы все это сбылось. Я вам очень сильно этого желаю, спасибо, что мы познакомились с вами в прошлом году, спасибо тем, с кем мы уже несколько лет знакомы, я вам очень сильно благодарна, что вы поддерживаете мой канал, остаетесь на нем. Я желаю вам всего самого-самого прекрасного. А видео подошло к концу, значит нам пора прощаться, спасибо огромное за просмотр, надеюсь, что вы подписались на канал, нажали на колокольчик, на лайк, комментарий написали, ну в общем, вся эта история, которая всегда нам важна, надеюсь, что вы это сделали, и мы увидимся с вами совсем скоро в новом видео, до встречи, пока!